МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корреспонденты телерадио компании Гомель про головные подеи региона. У студии Наталья Игнатенко. Добрые ранницы. Сегодня в Ельске пройдутся областные дожинки. Традиционные они проводятся напереды дни дня работников сельской господарки и перепрацовучей промысловости. Не глядячи на складанные климатичные умовы селетнего сельско-господарчего сезону, свое профессийное свято, працевники везки сустрыкаются целым с добрыми выниками. З уликам кукурузы в области трымало 1 млн 100 т. тонн сбожжа. Гэта дозволить гарантованно забеспечить кормами громадский статок, выканать державный заказ и створить необходимый запас. При этом четыре районы в области собрали больше, как 100 тысяч тонн зерня. Тысячниками у гэтым годзе стали 242 экипажи комбайнеров и каля 300 водителев. Завершили у сельско-господарчих предприемствах и сяубу азимых. Причем площадь под гэтой культуры повялечилися, что повинно изменшить в наступном годзе несприяльный уплыв с пякотного надворья и повысить огульные намолоты. По авиационному периоду азимые зерновые, как бы в меньшей степени воздействию вот этой засухи, они все-таки подвержены. И мы расширяем азимый клин. Мы его доведем практически 60% будет азимых и только лишь не более 40% яровых зерновых для Гомельской области. Что касается кукурузы в целом, на тех объемах, на которых мы из года в год идем, не менее 300 тысяч жектар мы ее будем возделывать в следующем году, значит, дабы иметь зерно кукурузы, в первую очередь для Гомельской области, и иметь хорошее качество заготовленных силос. Старшиня Гомельского облаканкаму Владимир Дворник наведаў предприемства «Гомельшпалеры». Кераўник региона ознаемўся з вытворчым процессам, даведаўся пра актуальныя праблемы и вариянты их вырашэння, а таксама сустрэўся с працоўным коллектывам. Падрабязнасті ў сюжэця наших корэспандэнтаў. Предприемства «Гісторая» якога пачалася ў 1927 годзі сёня найбуйнейшы ў Беларусі вытворца шпалер. Больш за 70% продукцы экспартуец ў країны СНТ и далёкага замежа. Жорсткая конкуренция задаўе не менш жорсткіе стандарты па якасті і асортыменті товару, падрабуючы прагэтын снижэння сабі кошту. В рамках нашава холдинга, совмесна с Дубрушской фабрикой Героў Турда, мы дзелаў бумагу боля высокого качыства, но па цене болю низкую, которая можыць быць конкурентоспособной росіўской. То есть снижэння сабістомэсті ў нас намечаўца парядка 10%. Також с одной из прибалтийских камбаниў мы развиваў проект тоже па совмеснану праизводству красок пигментных. То есть это золото, серебро, жемчуг и так далее. То есть это нам пазволиў существенно снизість себестоимость продукции. Што месяц дизайнеры распрацувуваўся до 10 видаў новых шпалер. На сёне ў колекции больше за 400 малюнкаў с сучасным дизайном і коларыстыкой. Кожны новы вариянт зацвяжаецца мастацким саветам. Затым ствараюцца шаблоны для трафаретного друку. Наладжуецца сярынная вытворчасть. А крамя продукции основного профілю развиваецца выпуск інших видов. У их ликуэтикетки, упаковки для харчовой промысловості, пара-изоляційный матеріал, папера технічного призначэння. Дарэча, гомельшпалеры традицэнна становятся призёром розных професійных конкурсов. Аднак, як азнашу старшэня гомельскага облаканкама, па часустрэча з колективам імкнуцца заусёды ёсдэчаго. Для нас очень важно, чтобы выручка на одного работаюча с каждым месяцем, с каждым годом росла. Понимаем, что, соответственно, идут отчислення в бюджет, есть возможность поднимать какие-то социальные направления. Сегодня есть объективная причина, и здесь мы тоже не отрицаем, в связи с тем, что вы видите, что рынки мировые подсели, спрос на продукцию стал меньше. Но, тем не менее, мы сегодня и видим, что возможности каждого предприятия ещё не исчерпаны. Сегодня надо каждому предприятию работать над снижением своих затрат, для того, чтобы получить конкурентоспособную продукцию. Цекавость мясцевых уладов до таких особных выпадков в сферах промысловості совсем не выпадковая. Бо здольность кожного особенно взятого предприемства утримливать позиции на рынку допомагает у достигнении агульной меты, той, на якою ориентованы весь реальный сектор экономики региона, устойливого развития. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Институт лесу Национальной академии наук Беларуси означал 85-годовый юбилей. Центральной падеей урочистости устала международная конференция, присвеченная пытанием инновационного развития лесной господарки. Какие распроцовки могут пропоновать в ученые, и что реально потребно практикам, подекавился Олег Синцеров. До юбилея в Институте лесу открыли музей. Тут ведь саправды уникальные экземпляры, как, например, вот эта книга «Прихожусь в лесу», она была выдадена еще в Германии в довоенные часы. После такой книги трапила в Гомель, она призначалась только для службового крестания. Хотя в Оголе маловядомых сторонок в истории института напыл на нешмат, беларусский науково-доследший лестный институт в Гомель открыли в 1930-м году для практичной допомоги лесной господарцем. Сегодня одна из самых актуальных проблем, над какой працуются новоколцы – изменение климата и, как выник, заявление новых шкодников и хвороб, гибель традиционных для этих местин рослин. Проблема настолько масштабная, что выражать ее можно только с уместными намаганиями в ученых разных краин. Серьезные изменения климата ведут к тому, что усыхает ель, если смотреть в Украину, с Карпат и практически до Прибалтики. Ей не хватает влаги, ей не хватает почвенной влаги, поверхностно-коренная корневая система, и поэтому надо искать какие-то другие породы или технологии выращивания, которые давали, чтобы леса были более устойчивы. С этой нагоды на конференцию УГОМИ запросили в ученых из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии. Будучи лесов, хвалюя усих, тем больше, что процесс потепления закранул усей европейской краины. Кожный зудейник делится своими напрасовками и вельми верагодно, что они будут выкористаны у соседев. Что ты, сагамильчан, то они сирот пионеров в гляне генетичных доследований. Отриманные тут напрасовки дозволяются уже зараз сказать об реальности выросшивания лесов загадя зададенными якостями. Сегодня мы уже подошли к полногеномному секверению, то есть расшифровке генетической структуры данных деревьев. Это уже значительно сокращает этап селекционной работы, потому что мы будем видеть, какие гены отвечают за конкретные признаки и, соответственно, уже вести отбор. Особливость большинства сучастных навыковых распросовок их практичная накированность, лесная господарка, как и любая иншая глина, повинна приносить прибыток. В опошенный час в Беларуси проведена модернизация древопросорчих предприемцев. Теперь главная задача навыковцев и практиков забеспечить их якостной сыровиной. Пора прекращать экспорт круглых лесоматериалов. То есть это рабочие места, если мы здесь будем перерабатывать, это налоги. Поэтому и работа совместная, которую ведет Министерство лесного хозяйства и института леса, она направлена именно на эту цель, чтобы вырастить высококачественный, высокопродуктивный, разнопородный состав леса. Олег Сентеров, Игорь Мариченко, телерадокомпания Гомель. У Гомеля отбылось и посаджение городского выканавчего комитета. Основное питание, вынесенное на обмеркованне, выники работы господарчего комплекса города Гомеля за 9 месяцев 2015 года. По индексу промысловой вытворчасти досягнуть узровню отповедного леташнего переду не удалось. Однако, кали парауновать Гомель с іншими областными центрами, то у нас наивышейший показчик 95,8%. Что тычется знешне гандлёвой дейности, у Гомеля парауна не с початком году означается повеличение темпа у росту экспорту товаров. Мы можем говорить о том, что наши предприятия все-таки даже в сложных условиях находят новые ниши, новые рынки и немножко наращивают темпы. Несмотря на невысокие темпы, можно сказать, что экспорт товаров в принципе сбалансированный, сальда у нас положительная, сальда 39 миллионов, если сравнивать с прошлым годом, то на данный период было минус 7 миллионов. По выниках 9 месяцев 48 субъектов господарения у Гомеля показали адмолны финансовый выник, инакш, кажучи, признаны стратными. Дарей же, с початку года их колькасть скоротилась практически удвоя, и эту тенденцию в городе спадзяются заховывать и удалейшим. До того же, опошние месяцы на 5% снизился уровень запасов готовой продукции. С початку года у эксплуатации введено 170 тысяч квадратных метров жилья. Это складая больше, как 88% до плану. Задачи до конца года – В Гомеле прошел конкурс профессийного мастерства сирот-медсестер. Позмогаться за звание лепшей в областный центр приехали специалисты из всей области. Местом проведения профессийных баталий стал Гомельский Державный медицинский колледж. За суперниками в белых халатах назирала Ганна Ковалева. Мы оцениваем не только профессиональное мастерство наших конкурсантов и конкурсантов но и их другие качества это артистизм это их коммуникабельность в отношении в коллективе по отношению к больным и пациентам это кулинарные способности. Лепшую медсестру Гомельской в области выбирают уже в третий раз. Все лето за перемогу змагались 19 удельников. Усе яны уже стали лепшими в своих установах. А лишь тут шлях до пьеды стал был больше складанным. Пройти год треба было 4 конкурсные выпробования. Проверка профессийных ведов и навыков самая складанная частка конкурсу. В таком моменте урали уже часу нахваливаний нема права на помолку. медсестер на Гомельске рыхтуют две кузницы Гомельске и Мазырске колледжи. Проходные баллы у них застаются неизменно высокими, что еще раз подтверждает престиж профессии. На сегодня медицинские установы в области укомплектованы медсестрами амально 100%. И дороже все больше часто эту профессию выбирают мужчины. Я работаю на отделении скорой медицинской помощи на Ролянской центральной районной больнице с 1998 года. То есть на сегодняшний день это уже 21 год моей службы. Профессия очень тяжелая, очень серьезная и очень ответственная. Александр Зайц до Речисто у Перомоштам у номинации за волю до Перомохи. Другое призовое место у Катерины Тимошенко из Гомельской областной детячей клиничной больницы. Лепшая медсестрой Гомельской в области все лет стала супрацовницей Речиской центральной районной больницы Марина Долуб. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокампания Гомель. Сегодня сусветная громадкость означает Международный день неведущих. У Гомель и Д.Г. промерковались встречу с уделом специалистов областной коллегии адвокатов. Юридичная консультация для людей, которые имеют проблемы со зроком прошла в формате круглого стола в специализованном отделе библиотеки филияла номер 5. А кроме отказа на свои пытания, наведвальники отрымали агляд правовых нововведений. Все лет основной темой стало подписание конвенции об правах инвалидов. Документ накерованный на забеспечение полного делу инвалидов у житих громадства, а так само на створение эффективных механизмов забеспечения их правов. Даречи, текст конвенции шрифтом Брайля маяцца у библиотеки филияли номер 5. А кроме того, сирот надзённых пытаний оказались медицинское обслугование, продоставление супроводжальника неведущему человеку и праца уладкованне. Инвалид интересуется всем. Он интересуется и жизнью в нашем городе, а его возможности ограничиваются, не создаётся безбарьерная среда. Сегодня людям без зроку продоставляются опрационные месты на предприемстве светлотехника. Але по мерковании инвалидов яны могли приносить яше большую корысть. Многие из них мают высшую эдукацию, володают сучасными навыками корыстания техникой. И в выпадку продоставления больших махчимостей могли стать добрыми специалистами. У Гомельской центральной городской библиотеки открылась выстава пейзажных работ под назвой «Прыгажость родной природы». На суджих хоров и гостей областного центра ее представили выкладчики Гомельского державного мастацкого колледжа. Большаясть з них з'являются членами Союза мастаков и Союза дизайнеров Республики Беларусь. За 26 годов деянности установы яны подрихтовали больше 750 молодых специалистов по напрямках живопис, дизайн, декоративно-прикладное мастацтва. Выкладчики колледжа гэта людзі галоная профессийная ориентиры яких раскрытье и развитие молодзи творчых здольностей и выховання у них духу патриотизму. Миноведность гэта и мэта летом был организован 10-ти дзенны пленеру Мазыры. За час его проведения было выканано несколько десятков работ с кровидами родной земли. Усе картины отрымались глубокими, шматгранными, выкананными у индивидуальным аутарским стыле, а там узнайшлі своёгодное место на выставі у Гомельской центральной городской бібліотецы имя Герцена. В основном сосредоточено внимание на природе. Да, здесь есть домики, церкви, то есть архитектурные сооружения. Несмотря на том, что везде пейзаж, при этом разные техники, разные краски, то есть вроде бы и место одно и то же, но при этом совершенно разные люди могут видеть по-разному одно и то же место. У Гомель протягивается чемпионат Державного комитета судовых экспертиз по настольным теннисе. У споборництвых принимают судел 8 команд от каждой в области города Минска а так само центральных аппаратов. ГТС поборництвы завершают программу круглогодовой спартакеяды ведомства. Комитет судовых экспертиз утворенный не так давно у 2013 годе и ГТС спартакеяда первая. Головные задачи пропаганда здорового галаду життя и умоцывание корпоративного духу. У программе 6 видов спорту лыжные гонки, шахматы, мини-футбол, легкоатлетычный кросс, волейбол и настольный теннис. По выниках 5 проведенных этапов у Агульным залику лидирует Гродинское областное управление. Кончатковые выники подведут после чемпионата по настольным теннисам. Судебный эксперт это интеллигентная разносторонняя личность, которая по своей профессии необходима концентрация ума для того, чтобы выполнять непосредственно свои служебные обязанности. Но в то же время он должен быть физически сложен и крепок, и поэтому активно принимают участие сотрудники в таких спортивных мероприятиях. По выниках споборництву формируются сборные команды, яке представляют комитет на спартаке спортивного товарыства «Динамо». Лепшие теннисисты будут змагаться за гонор своего ведомства у Снежни. И это была пошняя информация о выпуске. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам плённого дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин